здравствуйте уважаемые дамы и господа рад вас поприветствовать в праздник ханука сегодня восьмой день ханука в этом году два воскресенья выпадает на хануку и вот в день 1 точнее в ночь первой свечи и восьмой свечи мы с вами проводим занятия а как только что я пришел с мероприятия общее государственное значение заживание хануки центральный на главной площади главной площади киева по крайней мере одна из главных вот там присутствовал главный раввин украины осман посол государства израиль в украине господин леон вот и довольно много было народу вот теперь у меня горят натальные свечи и у вас горят напомню вам что наша основная задача задача нашего курса это ознакомиться с еврейским языком с грамматикой и словарным запасом и для этой цели я выделил две группы группа начинающих те кто еще не знает букв и для них каждый урок я даю новые буквы вот и группа б продвинутая ими берем к тексты и на основе их разбираем какое-то правило прошлый раз мы с групп да и кроме того и кроме того значит по вашим заявкам иногда по моей инициативе мы какие-то интересные тексты можем разбирать например мы разобрали биркадабайт мы разобрали лаха боди вот не так давно на прошлом уроке мы разобрали первые шести куплет ханукальной песни ханукального гимна маус цур сегодня надеюсь может берем с вами еще один куплет а на сей раз последний шестой ну вот а серединка осталась я вам поставил ссылки которые давал на прошлом занятии там есть перевод дословные транслитерации там есть что-то типа караоке для тех кто стесняется ведь на публике он может спеть своим домашним в качестве персума дениса прославление чудо вот с над такой на традиционный мотив и там есть очень интересный на мой взгляд разбор смысла этого текста и его слов но мы с вами в отличие от всех такого рода сайтов даем дословный разбор я объясняю почему слова стоит в той или иной форме его основное значение это значение которое использовал автор поэт в данной грамматической конструкции в данном тексте так вот ну давайте начнем наверное вот с этой песенки мауссур значит сразу вас предупреждаю что для группы б у меня сегодня немного материала он интересный он важный может быть не столь сложный как иногда бывает вот но мы его разберем много времени я на это не отвожу а для группы а ну я покажу вам пару букв и расскажу почему их именно пара вот и у нас освобождается время для разбора мауссур вот вам пожалуйста все видят мой текст а вот он текст значит натан натан ты здесь да да у меня к тебе некоторая просьба мы немножко сбились с нумерации уроков давай возьмем какой-нибудь номер заведомо больше например давай будем считать сегодняшний урок 25 просто чтобы не сбить не сбиваться потому что мне это важно я группирую материал до отдельно поговорим так значит товарищи вот видно текст который я скопировал одного из сайтов и вот давайте опа не то вот давайте сюда посмотрим давайте сюда посмотрим товарищи так видно текста достаточно крупно так вот так и перемещу ну давайте посмотрим так читаем хасов зроа коды шаха векарев кец айшуа так слова хасов дает нам словарь словарь называется ирис если кто-то им еще не пользуется очень рекомендую хотя в нем тоже есть некоторые промашки некоторые ошибки неисправленные так вот к слову хасов словарь ирис предлагает обнажать оголять раскрывать разоблачать ну давайте возьмем слово раскрывать и так это корень до а значит корень хит син ну в данной форме фэй суфит форма это императив то есть повелительное наклонение это конечно мы приказывать сегодня мы не можем просто называется форма повелительное наклонение мы просим всевышнего раскрой сделай явным зроа код шиха что такое зроа может быть помните выражение связанное с исходами евреев из египта баят хазака увезро на труя сильной рукой и мышцы простерты зроа это мышца так и кстати говоря тоже в песах на пасхальном столе на киаре лежит ну обычно берут куриное горлышко или куриное крылышко сваренное вот называется это зроа в память о пасхальной жертве в память но не в замену конечно и так данном случае это мышца а не вареная курица значит раскрой сделай явный мышцу код шиха кодош знаем это корень со значением святой код шиха в данном случае это существительная святость твоя и так делай явный сделай видный мышцу святости твоей в карев кец аишу а слово карев это тоже императив знаем и коров коров это близкий до ле-кар-эв это приближать векар-эв это значит и приблизь возможно в русском языке от этого корня аналогичное слово кровь и может быть еще и корова корова близко человеку да ну как правило если мы едим мясо да именно мясо они курицу то это мясо кого коровы ну конечно барашек тоже неплохо так а в карев и приблизь слова кец знакомо нам по недавней недельной главе которую мы читали вчера как называется не кец к концу кец это окончание значит и приблизь окончать окончание а ищу а ищу а это спасение приблизь конец спасения имеется ввиду приход на шеха и будет нам всем здорово и замечательно дальше ником ник мат дам а в отдыха но здесь вот нет слова давно в принципе не меняет значение на ком никома это вместе на ком отомсти ник мат это смехут от слова никома никома это отмещение и так от мсти отмещение ну вы видите это очень частая конструкция когда используется глагол и существительное с одним корнем русские говорят сделать кирпич на иврите говорят с кирпич пить кирпич что делает мекарер у микро что делает холодильник он холодит охлаждает ником ником никмат то есть никома шель а ва деха раба твоего да месть раба имеется кто кто считается рабом всевышнего да еврейский народ еврейский народ всевышним избран только евреи полностью приняли туру ну естественно да да примкнувший к ним имеется ввиду геры так но что касается это что касается праведных неевреев о них отдельная разговорно здесь имеется ввиду отмещение всевышнего кому не ума арша а то есть ненавистником нашим ума это что такое беньяные ума сейчас я попробую сформулировать есть слова он который пишется через ойн это народ а ума это что-то типа на цену в принципе тут нет большой разницы в использовании слова ам или ума не ума а рша а рша рейш шин али айн это нечестивец это грешник от не имеется ввиду какая-то конкретная нация народность а имеется ввиду все те народы все те отдельные граждане которые выступали против против евреев и против исполнения божественного замысла от народа нечестивого так и ки арка ну у меня киарка лану а ша а здесь пропуск слова не играет роли а в эйн кец лиме хара а ки потому что арка знаем слова а рог для арех долги длинные удлинять отодвинулась стала далекой а ша а ша а это час потому что отдалился от нас час час нашего спасения да мы очень давно ждем избавления прихода праведного машеха исполнения божественного замысла о чем пишется у наших пророков когда станет явным присутствие всевышнего в мире да и то что он царь мира о чем говорит еврейский народ а другие народы не верят там потому что отдалилась от нас отдалился от нас этот час в эйн кец эйн это отрицание нет отсутствует кец тоже слово что и здесь конец нет конца лимей ара а вот это слово лимей в нем трудно все-таки возможно узнать слово йома йома йом этот день это день до литмей это лет ямей нет конца к дням слово йом во множественном числе конечно же ямин да но в смеху те когда мы соединяем одно существительное с другим существительным и получается сочетание да значит окончание им меняется на окончание эй например вместо баним получается бней ну кстати аналогично и числительно вместо шнаим получается шней но только вот исключительно к числу 2 вместо шнаим шней вместо штайм штей так ли мей это нет конца для дней то есть не конца дня ара а что такое ара плохо да ара а это бедствия беды лимей ара а нет конца дням горьким дням бедствия дехэ адмон бацэль салмон а кэмлану ро им шива так наверное так давайте разберем а потом я посмотрю если мне задали вопросы в чате я это увижу дхэ это тоже просьба ко всевышнему это оператив может быть слышали слова дыхия что означает о отсрочка как называется сроченный чек но сейчас чеками меньше пользуются тоже от этого корня дхэ отложи отсрочь отодвинь во времени а дмон а дмон вот может быть кто-то угадал это слово слово такое редкое и здесь в общем то она дает определенный намек адмон буквально означает красноватый окрашенный красный цвет кто-то из руководителей государства по моему да значит взял сижением одну не очевидно потому что его родная фамилия это было что-то айтман но это надо еще проверить значит но здесь одном от и дом а и дом это эйсав кто называется эйсавом еврейской традиции на то религия которая откололась от иудаизма и к сожалению с иудаизмом враждует и очень много бед нам устроила да это значит эйсав дом он обосновался в италии да вот на этом в этих местах на итальянском полуострове может быть конкретно рим имеется ввиду как оплот религии которая очень много бед нам устроила дыха адмон отдали красного имеется ввиду и совбе цель салмон слова цель это тень до в или в сень иногда используется такое слово а салмон давайте посмотрим что нам даст словарь цель это тень от салмон это мрак в тень мрака да мы не просим его уничтожить мы не просим его примерно наказать просто отдали его от нас уведи его в тень мрака а кем лану значит слово кампы означает встать подняться лакумба бокер подняться утром с постели с кровати ото сна а ле хаким это значит учредить поставить да акамат медина это образование государства да хакем это императив от биньяна гиф-иль каузативного биньяна ну не волнуйтесь если эти слова вам ничего не говорят это специфическая такая грамматика которую мы немножко упоминали но когда-нибудь мы будем ее разбирать более последовательно значит поставь установи лану для нас ро-им шива слово ро-э через а-ин означает пастух пастырь тот кто ведет еврейский народ а что такое шива а это 7 до семерых пастырей ну тот кто знаком с еврейской традиции знаю что семеро пастыри это те которые упоминаются которые мы вспоминали праздник суккот каждый из семи дней праздника суккот был связан с одним качеством с одной из семи эмоциональных сферот вот и с одним из семерых руководителей еврейского народа каждый из которых матери а но воплощал какое-то из этих качеств что это за люди это те которых мы называли уж бизин то есть почетные гости суки каждого из нас а в раппи цхак яков машин арон давид и шломо 7 качеств 7 сферот это хэсет гурат и фэрэд а не цах от и сон и молхут а ну кстати говоря в разных традициях разных сидурах порядок может порядок этих пастырей может немного отличаться вот но руин шива а везде имеется ввиду вот эти люди до установи их для нас когда это произойдет когда будет тхиятам и тим воскрешение из мертвых до после очевидно после прихода машееха то есть мы просим всевышнего как мы просим об этом каждый день приблизить приход машееха чтобы он восстановил справедливость да и всевышний будет судить тех кто выступал против его закона и против его народа и все будет у нас хорошо ну вот мы посмотрели с вами значит вот эти слова последний куплет прошлый раз в прошлом занятии мы разобрали первый куплет а то что посередине ну ребята кто хочет почитайте комментарии вот по тем ссылкам которые я на прошлом уроке давал и сегодня повторил так есть у нас группа в телеграм я всегда рад когда ко мне обращается с какими-то вопросами и дают мне направление что мне сделать на следующем занятии куда мне обратиться что разобрать вот так 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 да маленькое замечание по поводу вот конкретно этого занятия я думал начать вам значит довольно сложную но и очень важную тему местоименных суффиксов и может быть мне сегодня удастся это сделать но основной темой у нас все-таки будет нечто попроще и так мы разобрали маус сурма и еще и так далее и вот последнюю строфу мы с вами сегодня разобрали теперь с вашего позволения я обращаюсь к купе а к начинающим нашим и вот для них я поставил текст прошат нашего самого начала прошат нашего вчера который мы вчера читали 4 на прошлой неделе микец как правило выпадает на хануку но иногда правда бывает что две ханукальные субботы первый и восьмой день выпадают на хануку на субботу и тогда установлено чтение торы специальное в хануку первую субботу хануки и вторую субботу хануки ну что то такое интересное есть вот и так глава никец мы разберем с вами две буквы одна буква называется тет и вот как она пишется так другая буква называется тав с буквой тав я группу а уже знакомил мы знаем правило что буква передает тот звук с которого начинается ее название тет и тав и тот и другой название их начинается со звука т почему две буквы передают звук т т т скорее всего потому что раньше мы различали эти звуки теперь мы произносим их одинаково ну отголоски этого есть по крайней мере были во многих Sigma ID где есть운데 это да 1 звук скорее Т. Другой что-то ближе к С. Кроме того, для тех, кому это важно. Я вижу. Буква ТАВ. Вот она. Это одна из букв, которые принимает Дагеш КАЛЬ. Мы говорили с вами, что Дагеш – это точка внутри буквы. И вот, к примеру, вот эта буква. Мы ее читаем как Б и называем БЭТ. Такая же буква без точки внутри. Называется ВЭТ и читается ВЭ. То есть в этой букве точка Дагеш меняет звучание буквы. Такой Дагеш называется Дагеш КАЛЬ. Легкий Дагеш. Есть еще Дагеш ХАЗАК, который, по идее, должен удваивать звучание буквы. Но сейчас реально мы не обращаем на это внимания. Он встречается и в этих буквах, и в других, практически всех буквах алфавита, за исключением Гартанов и Рэйш. Вот, например, здесь. Буква МЭМ с точкой внутри. По идее, она должна читаться как М. как удвоенное М. И функция этого Дагеша в том, что он удваивает букву, тем самым я немножко углубляюсь в грамматику, которая на практике не нужна. Первый слог получается АМ, а второй слог МАК. МАР. И третий звук Э. То есть, первый слог не ГА, а ГАМ. Да, потому что МЭМ как будто два М. Этот слог получается таким образом закрытый, а в закрытых и открытых слогах немножко разная грамматика. Но давайте не будем пока углубляться сюда, не будем обращать большого внимания на это. Я вам просто сказал про Дагеш. Итак, мы знаем, что в букве Бет, а также в букве Каф Дагеш меняет звучание. Еще одна буква, которая Дагеш реально меняет звучание, у нас впереди. Но, в общем-то, изначально в иврите таких букв было шесть. Но, шесть их было, а сейчас реально в том иврите, который принят в стране Израиля, мы только в трех из них меняем звучание букв. Одна из тех букв, в которых на Дагеш мы по-прежнему не обращаем внимания, ни Дагеш Каль, ни Дагеш Хазак, это буква Тав. И евреи Ашкеназы в молитвах действительно различают букву Тав с Дагешем с точкой и букву Тав без Дагеша. Буква Тав с Дагешем с точкой внутри, как вот, например, здесь прочитывается как Т, буква Тав без Дагеша читается ими как С. Это не совсем правильно. Очевидно, Тав без Дагеша читалось наподобие С английского. Но звук этот ассимилировался у Ашкеназов в С, а у восточных евреев и евреев Испании в такой же Т, как Тав. Я не слышал, я не знаю реально ни одной субъектной группы, которая бы значит, отличала Т от Тав, но разве что Ашкеназы. Но Ашкеназы, вот этот звук Тав без Дагеша тоже произносят не так, как очевидно было в древности, произносят как С. Поэтому, например, слово Шаббат Ашкеназы произносят как Шаббес. Опять же, не все Ашкеназы, а те, которые держатся за Ашкеназское чтение еврейских букв. А вот буква Тет, как она читалась раньше и как, и в чем ее отличие от Тав. Мы точно сказать не можем. В настоящее время и Тет, и Тав без Дагеша, и Тав с Дагешем читаются одинаково. Итак, те слова, в которых есть буква Тет, я выделил вам желтым. Ну, давайте их разберем. Вот это слово В, то вот. это слово ХАРТУМЕЙ, ХАРТУМЕЙ, вот он Т. Это слово ХАТАЭЙ, ГРЕХИ, а в единственном числе ХЭТ. Обратите внимание, что слово ХЭТ пишется тремя буквами, ХЭТ, Дальше еще одно слово ХАТАБАХИМ. Кто такой ТАБАХ? Сейчас мы называем этим словом ПОВАРа. А раньше, очевидно, это был человек, который разделывал мясо, либо даже резал скот. ТАБАХИМ это скорее мясники. Так, теперь буква ТАВ. Буква ТАВ гораздо чаще встречается. Тем не менее, если вы не знаете, как писать слово СТЭТ или ТАВ, скорее всего, оно будет написано СТАВ. Кроме тех случаев, когда по грамматике это... Скорее всего, оно будет написано, извините, СТЭТ. Кроме тех случаев, когда по грамматике тут стоит ТАВ. Но давайте разберем несколько из этих слов. ШНАТАИМ. ШНАТАИМ это два года. Что такое ШАНА? Это год. Там, где в слове есть буква ГЭЙ, как в слове ШНА, ШИН, НУН, ХЕЙ. И этот ХЕЙ заменяется на Т. Это, конечно же, ТАВ. Такое правило. ШАНА, ШИН, НУН, ХЕЙ, ШНАТАИМ, как ШНАТ, или ШЕЙНИТ. Второй, но это другое слово, правда, да? Вот, ШНАТАИМ пишется через ТАВ. Дальше. ОЛЛОТ. Что такое ОЛЛОТ? Это глагол во множественном числе. Мы будем разбирать его чуть дальше, в третьей части урока. Да, что такое ОЛЛОТ? Это слово ОЛЛЕ с окончанием множественного числа женского рода ОТ. Это окончание всегда через ТАВ. Да? Дальше. ПАРОТ от слова ПАРА. Так? Опять же, множественное число женского рода это ОТ. Я ФОТ аналогично. БРИОТ. Так. Вот слово ВАТИРЭНА. Я вам только что показывал корень РЕЙШ, АЙН, ЭЙ. Что значит ПАСТИ. И ПАСУЛЬСА. Вот такое вот это вот ТАВ в начале. Префикс. Префикс будущего времени. В будущем времени префикс Т это всегда ТАВ. Здесь опять же все эти слова имеют окончание ОТ. Множественное число женского рода. И здесь. И здесь. И Да. Это все ОТ. Вот здесь. ТААМОДНА это префикс будущего времени. Тоже ТАВ. ТАВ. Здесь тоже множественное число. Дальше. СФАТ. АЯОР. Слово СФАТ это ничто иное как СМЕХУТ слово САФА. САФА это буквально губа. Еще САФА это язык общения. Например САФА еврит. Еврейский язык. Так вот слово СФАТ АЯОР берег реки. Здесь ТАВ заменяет ЭЙ. Это то что называется СМЕХУТ. Итак САФАТ АЯОР берег реки. ТОР мы пишем через ТАВ. ТАВ Здесь ТАВ это префикс. Здесь ТАВ это суффикс множественного числа. И здесь и здесь. А вот слово ЭТ. Слово ЭТ иногда напишется через огласовку СЕЙРЭ как здесь две точки. Иногда через СЭГОЛ три точки. Это слово образует винительный падеж следующего слова. ЭТ ШЕВА ПОРОТ То есть он увидел кого? СЕМЬ РОВ. Слово ЭТ тоже пишется через ТАВ. Это надо знать. ПОРОТ ЕФОТ БРИОТ Все это так. Теперь слово ШЕЙНИТ снова второй раз. ТОЖЕ пишется через поскольку это что такое? Это суффикс который образует от корня ШЕНИ ШНЕЙ два второй прилагательное второй раз. Точнее наличие вторично. В этом слове есть и буква ТЭТ и буква ТАВ. Слово ТОВ значит ХОРОШИЙ. ТОВОТ это ХОРОШЕ когда говорится о слове женского рода. В данном случае про коров говорится, что они хорошие. Кстати, пока не забыл скажу вам одно правило. Если в иностранном языке например в английском звучит С то при передаче этого слова международного слова в иврите Т это буква ТАВ. Там, где в иностранном условии звучит Т, скорее всего это будет буква ТЭТ. Если есть оба варианта, как при слове математика, как это по-английски МАТЕМАТЕМАТЕМАТИКС, первое мы слышим Т, второе мы слышим Т, по этому слову МАТЕМАТИКА в иврите. Первое Т это буква ТАВ, второе Т это буква ТЭТ. А вот слово ТЕАТРОН в английском ТЕАТР, первое Т это ТАВ, А второе Т это ТЕАТРОН ТАВ. Я вам дал правило, ну давайте посмотрим. Остальные случаи в общем-то такие же. Это либо префикс будущего времени, либо суффикс множественного числа женского рода, либо слово ЭТ, которое мы знаем пишется через ТАВ. ТАВ. А вот что значит слово ОТАМ мы с вами когда-нибудь разберем, что это то же самое слово, что ЭТ, но с местоименным окончанием. А вот интересное слово ОТЕР. Есть два слова С ОТЕР, которые отличаются именно буквой Т. ОТЕР через ТАВ это разгадывать сон, объяснять сон, давать ему значение. Слово ПОТЕР через ТЭТ означает увольнять. Рихтав Петурин увольнительное письмо. Гид ПОТЕР уволился. КТИРА, не про вас бы сказано, это кончина какого-то человека. Про человека, который умер, говорят, освободился НИФТАР. И еще это слово используется в благословении, которое говорит отец сына, на впервые вызывают его, который перед Бармитцвы, непосредственно перед или сразу после Бармитцвы, говорит он благословение Барух Шептарану, благословение Всевышний, который избавил меня от наказания за поведение вот этого человека. То есть, покуда сын несовершеннолетний, сам он не может нести ответственность за свои поступки. Если, например, он, мальчик 12-летний, разбил окно мечом, то он не должен платить. На самом деле и отец не обязан платить. Но принято и считается, что это правильно, если отец возвестит убыток, заплатит стекольщику. Но как только мальчик достигает 13-летия, он уже сам отвечает за свои поступки. Так вот, шептарану, шептарани, извините, барух шептарани, благословен, имеется в виду Всевышний, который освободил меня через тет, а потер объяснить сон через тав. Так, ва-и-тен. Вот еще один пример. Значит, это слово с корнем нун, тав, нун. Первое нун выпадает, а буква ют, это не что иное, как будущее время, но посередине остается тав, тав, корневое, да, слово нотен, или нотан, пишется нун, тав, нун. оти, это не что иное, как эт, да, с местонеменным суффиксом первого лица. Байт, бейт, сар, а тамахим, слово байт или бет, байт или бейт, сар, бейт, это смеху, тоже пишется через тав. Так, ну, вот, то, что я хотел дать о группе а. а теперь разберем тему, которую я даю группе бет. Вот она. Так, нет, это еще не она. Мы говорили с вами о существительных. Существительные относятся к мужскому роду или к ренскому роду. Существительные могут стоять в единственном числе или во множественном числе, но кроме того, существует еще и двойственное число. Кроме того, существительные могут иметь местоименные суффиксы, вот, но существительное обозначает некий предмет. Название предмета, оно, как правило, бывает либо мужского рода, либо женского рода. Например, если есть слова шульхан, что означает стол, слово шульхан мужского рода. Почему? Чтобы вы, чтобы вас не спутало, что по-русски мы говорим стол мужского рода, а не женского, да? Дам вам такой пример. Холон, окно, какого рода? Русский, среднего рода, вы говорите, среднего рода нет. Нам надо знать, что слово холон тоже мужского рода. А теперь обратимся к прилагательным. Прилагательное может прилагаться к существительному мужского рода или к существительному женского рода. Поэтому, если есть слово гадоль, например, по отношению к холон, окно, большое окно, холон, гадоль, или шульхан, гадоль, большой стол, то должно быть существительное а прилагательное женского рода большая, если мы говорим это о предмете, которое называется словом женского рода. Ну, например, делет, делет, дверь. Делет женского рода. Значит, как образуется от прилагательного мужского рода, прилагательное женского рода, стандартно. Либо с помощью суффикса камац эй, например, гадоль, гдолла. Мы слышим а, это огласовка камац, буква эй на конце, сама не имеет огласовки, не имеет внутри точки, которая называется мапик, соответственно, она не звучит. Ну и кроме этого в слове происходит изменение огласовок. Послушайте, гадоль и гдолла. первое а после г сокращается. Ну, один ученик мой в школе как-то не усвоил вот этого правила и вместо слова катана, катан маленький, катана маленькая, он сказал что-то типа катана. Но катана это самурайский меч. Не его он имел в виду. Итак, давайте посмотрим на существительное на прилагательное, которые нам встречаются в нашей недельной главе. Как вы помните, сон, первый сон, который снится фараону, включает того коров. Кстати говоря, я говорил о прошлом уроке, да, я объяснял, что существуют парные существительные. Например, пар это бык, пара это корова. Так вот, от слова пар мы образуем множественное число стандартно с помощью суффлекса им. Парим это быки, а слова пара корова мы образуем множественное число пород коровы. А теперь слово яфе, если мы ставим, если мы его прилагаем к слову пород, оно должно стоять в аналогичной форме, во множественном числе женского рода. Для этого есть суффикс от, то есть вместо яфе получается яфот. Парим мы сказали бы яфим, а пород яфот. Казалось бы, все предельно ясно. Сейчас мы увидим еще несколько хороших примеров, а потом некий пример может быть неожиданный. Так, извините, мне тут не очень видно. Так, вот это слово увриот, тоже окончание, суффикс это от. Ну, уважаемые господа, в стандартном иврите о суффиксе от пишется холам мале, то есть буква и точка наверху, но в Торе не всегда это правило выполняется в данном случае нет буквы вав, но есть вот точка наверху, это холам хасер, и то и другое звучит как о, то есть это слово мы читаем увриот, да, окончание суффикс от, это множественное число женского рода, так, дальше, раот через аин, мы знаем, что это значит посудиться, да, это глагол, сейчас минуточку, нет, 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 конечно же неправильно, извините, это не глагол, это не глагол со значением посудиться, а это прилагательное ра, ра это плохой, как мы скажем, плохие про существительное женского рода, раот, в мужском роде было бы раим, в женском раот, раот, марэ, плохие виды, ве, дакот, слово дак означает худой, худосочный, дакот это про коров, тоже суффикс от, так, раот, бассар, дакот, бассар, худые мясом, худые плотью, так, тоже слово раот, слово дакот, слово яфот, слово бриот, от слова бары, бары, это здоровый, бриот, это здоровые в женском роде, тоже те же слова, бриот, то вот, дакот, да, теперь слово ушедуфот, опаленные, кадин, восточным ветром, да, шадуф, это на самом деле даже не прилагательное, а причастие, то есть, слово отвечающее на вопрос, какой, но образованное от глагольного корня, да, так, так, аналогично, бриот, ма, леот, а к чему это относится, дакот и шдуфот, оказывается, к слову шиболим, шиболет, это колос, шиболим, это колосье, какого рода слово шиболет, по окончанию, вроде бы, женского рода, есть стандартное окончание а для существительных, и есть стандартное окончание с буквой тау, например, эт, да, как в слове, например, ну, ладно, ставим примеры, да, так вот, слово шиболет действительно женского рода, но во множественном числе, можем считать это исключением, мы используем суффикс им, то есть, не шиболот, а шиболим, форма шиболот тоже встречается в анархии, но в данном случае шиболим, так, это колосье, но если слово шиболет женского рода, то и слово шиболим тоже женского рода, так, так вот, если это слово женского рода, то каким должно быть прилагательное, оно должно быть в форме множественного числа женского рода, то есть, иметь окончание от, вот, оно и имеет окончание от, И следующее прилагательное, точнее, причастие тоже имеет окончание «от». Поэтому «шибулин дакот», «шибулин шидуфот». Аналогично, например, слово «пери», «при мужского рода», но множественное число образуется «от», «перот». Тем не менее, мы говорим «перот явашим», поскольку «при мужского рода». Что такое «перот явашим» – «фрукты сухие» и «сухофрукты». Поэтому, запоминая слово, запоминая существительное, мы должны запомнить и какого оно рода, и каким суффиксом образуется множественное число. Стандартно для мужского рода «им», для женского рода «от», но исключений достаточно много. Настолько много, что мы вряд ли можем считать это даже исключениями. Еще обращаю ваше внимание на некоторую странность. Я рассказывал вам, что вот такие составные огласовки, как здесь, в данном случае это называется «хатав камац», то есть ультракороткий звук «о», они встречаются под гортанными буквами, но в Танахе бывают они и под другими буквами, как, например, вот здесь под буквой «бет», это не две огласовки, это одна огласовка, которая называется «хатав камац», и передает она ультракраткий звук «о», значит, и состоит она из «камац», то есть такого неполного плюсика перпендикуляра, и «шива» перед ним, вертикальных двух точек. Так, продолжаем говорить о прилагательных. «бриот», «млеот», все это относится вот к этому слову, «шиболим», «колосья». Дальше посмотрим вот на это слово. «А-ха-р-ахерот», слово «ахер» – другой, «ахерот» – другие для женского рода. К чему это относится? «Вейней», «шева», «парот» – коровы, раз «парот» – от «пара» женского рода, то «ахерот». Так, вот интересное слово, я его выделил, чтобы объяснить вам слово «меот» – это неприлагательное. Это наречие, которое означает «очень». «Меот» пишется вот так. «Сдалит» на конце, «меот», «мем алиф» иногда здесь ставят «вав», как огласовку «холам», «малые» иногда ставят только точку «холам», «холам хасер». «Меот» – это значит «очень». Близко по звучанию, но отличается слово «меот». «Меот» – это «сотни». Например, «шлош», «меот» – это «три сотни», «триста». «Меот» – это «наречие», и пишется это слово через «далет». «Ракот» – это слово «рак», «рака» – мягкое, «перот». «Ватухальна» – пород, а «ракот» – нет, извините, это слово, скорее, это слово «рейк», «рейк» – это «пустые». «Коровы тощие», «коровы пустые» внутри, да. «Ва», «ха», «раот» – и «плохие», от слова «ра», «раа», «ра» – плохой, «раа» – плохая, «раот» – плохие в женском роде. А вот слово «ра» – в мужском роде, да. «У, морей, эн» и вид их, и имеется в виду коров «ра», «плох». Так, а вот слово, наоборот, «млеот», что означает «наполненные», «полные», да. В противоположность слово «рэк» – пустой. Теперь «цнумот», «дакот», да, это относится к «шиболим». Мы с вами выяснили, что слово «щиболит» женского рода. «Шиболим» – это «колосья» во множественном числе. Это слово тоже женского рода, поэтому «цнумот», «дакот», с окончанием «от». Хорошо, вот слово «гадоль», да. Относится оно, прилагательное, большое, относится к слову «сава». Что такое «сава»? Это «сытость». «Сава», «гадоль» – это «большая сытость». Вот слово «кавед», «кавед» – тяжелый. «Каведгу» – кто он? Наверное, говорится это про голод, да. «Раав» – «гагу». «Голод» – слово «раав» мужского рода. «Гагу» – тот самый, да. «Ахарейхен» – после этого. «Ки каведгу» – потому что тяжел он, «меот». «Тяжел он очень». Говорится о голоде слово «раав» мужского рода, поэтому «кавед» тоже в мужском роде. Слово «нахон» – правильный. Иногда это слово «наречие», да, все правильно, все то, что ты говоришь, правильно. Иногда это говорится, используется это слово как прилагательное, а как сказать его в женском роде? «Нехона». Например, «тээна», «тэйна нехона» – правильное утверждение. Вот два важных слова, которые советуем запомнить. «Навон» – «вэхахам». Мудрый и, ну, это скорее значит «знающий», а это «разумный». «Хахам» – «навон». «Навон» – от слова «бина», «хахам» – от слова «хохма». В женском роде было бы «невона» – «вэхахама». Теперь я хотел обратить ваше внимание на такой пример. Дело в том, что очень часто то, что в русском языке передается прилагательным, в иврите передается с помощью смехута, то есть существительным. Например, как сказать «одежный шкаф». Что такое «одежный» – это прилагательное, образованное от слова «одежда». В иврите идут другим путем. Мы просто соединяем два существительных в конструкцию, которая называется «смехут», когда одно слово опирается на другое. То, что, значит, основное слово идет первым, да, «арон», «шкаф», а второе слово присоединяется к нему, ну, на письме иногда это подчеркивают «дефисом», да, точнее, по-другому называется этот значок, но, значит, «арон шель багадим», «шкаф для одежды», да, мы можем сказать просто «арон багадим», да. Так вот, вот вам примеры, примеры того, как это используется в нашей недельной главе. «Бигдей шеш». «Шеш» – это означает не шесть, а шеш, шеш в аргуман, а шерсть, насколько я понимаю, да, шерсть, да. А что такое «бэгед»? Одежда. «Бигдей» – это множественное число. «Бигдей шеш» – одежда из шерсти. По-русски одежда шерстяные. На иврите мы соединяем с помощью вот такого дефиса два существительных. Слово «багадим», которое принимает смехутную форму, «бигдей», и слово «шеш» – шерсть. Дальше. «Равид азагав» – венец золотой. Или можно было сказать «равид шельзагав». Здесь не поставлен дефис, но по сути эти два слова образуют смехут – сопряженное словосочетание. Или вот здесь. «Бен шлошим шана» – сын тридцати лет. То есть тридцатилетний тот, кому тридцать лет. «Бен шлошим шана» – сын тридцати лет и так далее. Вот интересный пример, который я здесь отметил. Слово «кохоль» в данном случае. Оно не имеет отношения к слову «кохоль». «Кохоль» – это голубой. А здесь, хоть пишется это и одинаково, значит, это слово образовано от слова «холь» в значении слова «холь». Значит, песок и слово «холь» означает еще и будничный. Например, в Авдале, в заключительной субботней молитве, мы говорим фразу «Гам Авдиль бейн койдеш лахоль» – разделивший между кодеш святым и холь будничным. Так вот, слово «холь» еще означает песок, а здесь «кхоль гаям» – «как песок моря». То есть многочисленный, очевидно, здесь имеется в виду «как морской песок». И собрал Иосиф провизии как песка морского. То есть здесь это, как это называется, метафора для большого количества. То есть еды было столько, сколько песка на берегу морском. То есть это не «кхоль» прилагательное, а «кхоль» – «как песка». А вот использование слова «раав», которое у нас уже встречалось. «Раав» – это голод, да? В значении прилагательного. То есть «шева шней гараав», «шева семь шней» – в данном случае это не «два», а смехут от слова «шаним». «Шаним» – это «годы». «Шева шней гараав» – это «семь лет голода», или мы можем сказать «семь лет голодных». Но по-русски «голодных» передается прилагательным, а в «еврите» мы используем существительное «голод». Так, у меня завис этот файл, я не могу сейчас его передвинуть. Увы, это так, но, собственно, наше занятие уже близко к концу. Сейчас я посмотрю. Да, никаких вопросов у меня пока не поступало. Ну что же, уважаемые граждане, если какие-то вопросы есть, еще не поздно их задать. Я надеюсь, что в ближайшем будущем мы перейдем к теме местоименных суффиксов. Я послал вам табличку в группе обсуждения в Telegram местоимений и местоименных суффиксов. Пока советую попытаться разобраться самостоятельно. Но в дальнейшем я постараюсь вам значение этой таблички объяснить. Так, ну поскольку у меня впервые появился симха на нашем уроке, я хочу спросить его. Ну, очевидно, поскольку вы приходите в синагогу и читаете молитвы, очень многие вещи вам были известны. А вот что-то грамматически новое я вам сегодня рассказал. Насколько было это вам полезно? Просто интересно знать. Но его это не спасет. Надеюсь, что в ближайшем будущем, в течение месяца мы увидимся лично. Так что вопрос продолжает висеть в воздухе. Так, ну спасибо, дамы и господа. Еще раз с праздником Ханука. Сегодня последний вечер, точнее ночь ханукальная. И завтра Ханука длится до захода солнца. Не забывайте вставку молитву. Текст этой молитвы мы в этом году не разбирали, но в одном из курсов я давал как-то разбор этих слов. Но давайте это ставим на будущее. Еще раз вам напоминаю, что если вы хотите какой-то конкретный текст разобрать, молитву, какое-то место из Торы, пожалуйста, милости просим, обращайтесь с вопросами. Но там мы заканчиваем.